Ребята, всем привет! Привет, ребята! Мы сегодня, как всегда, в гаражах собрались. Олег, что мы сегодня будем готовить? Сегодня будем готовить свиной шницель на гриле Weber, а на гарнир будут овощи, тоже на гриле. Да, а к нам еще сегодня Серега с Владом приехали. Будем дегустировать! Привет всем! Ну что, погнали в гараж? Да, пойдем покажем, что потребуется. А перед началом видео у нас, как обычно, несколько секунд пиара. Кто еще не знает, что продается в магазине Удачный Выбор, зайдите, посмотрите, будет интересно. Не пожалеете. От МХ видео будет скидочка 5%, ссылка внизу в описании. А для приготовления сегодняшнего блюда нам потребуется свинина, мы взяли карбонат, 1,6 кг здесь веса. Для мяса нам потребуются яйца, чеснок, лук, мука, панировочные сухари, соль, перец. А остальные все овощи, помидоры, кабачок, грибы и кукуруза, мы просто поджарим на гриле для гарнира. Все, приступаем. Для этого нарежем мясо примерно по сантиметру, чуть больше толщиной. Мы его отбивать будем. Ну, самое главное, толстый совсем не делать, потому что не успеет мясо прожариться, а кляр начнем гореть. Вот, приблизительно по сантиметру режем. Не знаю, сколько здесь у нас кусков получится. Мясо шикардосное. Мясо советую использовать нежирное для этого блюда. Порезали мясо, уберем пока его в сторонку, оставим пару кусочков, будем отбивать сейчас. Вот так оставим. Отбиваем обычно молоточком. Совсем сильно бить не надо. Ну, так вот примерно с двух сторон. Обычно все мясо оборачивают пленкой. Сейчас будут комментарии писать, что не обернули. Если сильно не бить, ничего не летит в стороны. Вот примерно вот до таких вот котлеток отбиваем все мясо. Отбили мясо вот до таких котлеток тоненьких, чтобы прям хоп-хоп с двух сторон, и все прожарилось. Все, сейчас посолим, поперчим, уберем в сторонку, и будем подготавливать кляр и ту массу, в чем мы будем обмакивать это. Так, соль, перец, каждый кусочек. И с другой стороны то же самое. Итак, поступаем со всеми кусками. Солим, перчим. Соль, перец, соответственно, по вкусу. Здесь я не скажу сколько. То, как любит. Все, бока в сторонку откладываем. И так делаем со всем мясом. Посолили и поперчили. Мясо наше отбитое. Теперь приступим к приготовлению кляра. Для этого в блендер заложим пополам. Порежем у нас луковицы некрупные. Три луковицы на наше количество будем использовать. И головку чеснока. Не знаю, сколько здесь зубчиков, но целую головку. Кляр необычный довольно-таки. Насколько я знаю, обычно все делают как мука, яйцо и панировочные сухари. А здесь мы будем сначала обмакивать в чесночной луковой смеси, чтобы она была прям мясо обволакивала. И не будет чеснок с луком гореть. Ну, короче, так получится вкуснее. Всем советую. Все перемалываем. Смесь у нас получилась слегка густоватой, поэтому добавим немножко оливкового масла, чтобы прямо обмакивалось в нее хорошо. Я думаю, грамм 20, вот так достаточно. Еще раз сейчас все перемолим. Посмотрим, как получится. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Так что наша смесь... Ну, уже лучше. Хотя можно еще, наверное. Перемололи лук с чесноком. Отставляем пока в сторонку. Теперь разобьем яйца. Штучек 6 будем использовать. Там посмотрим, если что добавим. На всякий случай десяток взяли. Останется так останется. Просто не знаем такое количество, сколько нужно конкретно яиц. Яйца немножко взобьем венчиком до однородной массы. Вот до такого состояния. Просто размешали как следует до однородной массы. Теперь отдельно насыпем муку и панировочные сухари. Насыпем побольше. Вот так, чуть больше полпакета. В пакете 400 грамм. Грамм 250, наверное, здесь сухарей. Ну, и приблизительно столько же муки насыпем. Теперь присыпем мукой противень, на который будем выкладывать готовые кусочки мяса. Уже в кляре. Шпани не прилипали. Лишним это не будет. Вот так, немножко. Сочли, что наша луко-чесночная смесь густовата. Решили вот из чайничка немножко все-таки водички добавить. Еще раз сейчас перемешаем. Иначе не будет просто налипать. Ну, вот это уже более похоже на то, что будет прилипать. Даже еще, наверное, немножко. Да, еще чуть-чуть. Кипяченой водой разбавили. Вот теперь, я думаю, будет как надо. Даже чувствую еще грамм 20. Вот теперь, я думаю, это та смесь, в которую окунуть кусок мяса, и на нем останется кляр. Все, приступаем. На примере покажем. Берем кусок мяса, окунаем его в чесночно-луковую смесь, обваливаем со всех сторон, потом в муку, также обваливаем, в яйцо, оба-на, и в панировочные сухари. Сделаем двойной кляр, обмакнем еще раз в яйцо, и еще разочек в сухари, чтобы кляр потолще был. Все, и готовые кусочки складываем. Потом их останется только пожарить. Ну, тот же самый процесс со всем мясом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обваляли наше мясо в кляре, вот такое количество получилось. Почему-то мне этот поднос прям напомнил советские времена. Я еще маленьким был в магазинах, мне кажется, прям лежали, вот так продавались отбивные котлеты, также в кляре. Ну, ладно, это все лирика. Скажу о том, что мы добавляли в процессе, еще добавили полпачки сухарей, потому что нам не хватило, и два яйца, мука, в принципе, и луково-чесночный кляр тоже остался. Так что ингредиенты смотрите, рассчитывайте сами. Еще Серега посоветовал, два куска мы обваляли, ну, как, начинали обваливать. Сначала в луково-чесночной массе, а потом уже в сухари, в яйцо. Серега посоветовал, что сначала надо в муку обвалять, а потом в луково-чесночной смеси. Луково-чесночная смесь действительно лучше прилипает к мясу, поэтому всем советую, сначала кусок мяса в муку, потом в лук с чесноком, сухари, яйцо, сухари. Мясо у нас подготовлено, гриль разжигается, займемся овощами, подготовим овощи. Кукурузу, я думаю, вот так на три части разделим. Кукурузу взяли уже отваренную, потому что свежей сейчас просто не найти зимой. Пока все порежем, так помидорки обязательно с веточками, сейчас срежем аккуратненько. Вот эти хвостики специально удалять не будем, потому что от них тоже такой своеобразный аромат. И помидорки сделаем вот так вот. Опа-на, пополам. Если возьмете более мелкие помидоры, бывают такие тоже на веточке, но небольшого размера, их прям целиком. Мы таких не нашли в магазине, поэтому у нас будут такие половиночки. Грибы, я думаю, оставим целиковыми, потому что шампиньоны такие грибы, которые можно и свежими есть. А мы их тем более немножко обжарим. Я думаю, будет обалденно. Кабачок. Кабачок тоже зимой не то что тяжело достать, дорого стоит, зараза. Дороже мяса кабачки стоят. Кабачки кружками примерно по сантиметру толщиной. Просто если делать совсем тонкие, они развалятся там, в труху превратятся и между решетки куда-нибудь узкалезнут. Так, теперь перец. Когда этого говорили уже, взяли мы девочек хорошеньких, три штуки. Режем плоско. Перец режем так, чтобы максимально плоские куски получались, чтобы они прям к грилю, к решетке. Ну, вы поняли. По просьбе тех, кто комментировал, удаляем беленькие перегородки. Хотя до этого никогда так не делал. Ну, не знаю, не вижу в них ничего невкусного. Перец как перец. Но, раз подписчики просят, будем удалять. Вот такие вот получаются кусочки. С красными то же самое. Удаляем, удаляем. Беленькие перегородки. Дорезаем последний оставшийся перец. Мы взяли три. Вы смотрите, кто как любит. Это мы просто взяли для разнообразия такой гарнир. Ну, и в принципе, овощи всегда сочетались с мясом, поэтому я думаю, каждый для себя. Кто что захочет, тот и съест. А мясо-то все будут, по-любому. А лук порежем тоже такими довольно-таки толстыми кольцами. Взяли специально красный, он сладкий лук. Я думаю, головку на три части. Тоже по сантиметру, даже чуть больше. И тоже прям вот так кольцами обжарим. Но это на любителя, не знаю. Мы попробуем. Вот с этого вред ли, что получится. Итак, мы порезали все овощи. Теперь берем кабачки. Я думаю, вот так выстелим на дно какой-то емкости посудины. Обязательно поперчим чуть-чуть и посолим. Сбрызнем оливковым маслом. Кабачки, кстати, и баклажаны много впитывают масла, поэтому мы вот так как-то аккуратненько. Точно так же выкладываем перец и на перец сыпем перец. Диман, когда-нибудь пробовал перец с перцем? Тоже так. По вкусу я как бы не хочу переборщить, потому что кто-то любит остренькое, кто-то нет. Если что, каждый сам себе досолит, доперчит. Также немножко оливочи. Можно и подсолнечные использовать, просто у нас есть оливковые. Дальше кукуруза. Как я говорил, кукуруза уже заранее вареная. Просто зимой вот соль обязательно. Кукурузу даже просто, когда ешь, даже перчить ее не будем, но вот солью посыпем обязательно. Также оливочи чуть-чуть. И грибочки сюда же. Сначала сбрызнем маслом, давайте, а потом немножко посолим. Все, а помидоры с луком мы не будем сюда класть, мы их просто присолим, поперчим, потому что лук, я боюсь, и там он развалится, ну и помидоры тоже самое, если все это перемешивать в одной эту, неудобно будет. Просто немножко перца, помидорки также. А вот эти, я думаю, пока перевернем, потому что через кожу все равно не пройдет ни соль, ни перец. и то же самое здесь сейчас. Перец, соль и немножко оливкового масла. Такой овощной гарнир у нас будет. Ну, ничего мудреного, в принципе, овощи нагрели. Ну, надеюсь, к мясу зайдет прям так, как надо. Конечно же, лук тоже присолим. Ну и немножко маслица. Слушай, я ощущаю себя горданом Рамзи. Красиво получается, город его. Все готово. Пойдем посмотрим, как наш гриль там. Если угли готовы, приступаем к приготовлению. Разожгли уголь. Уголь покрылся серым пеплом, как видно. Теперь равномерно на решетку распределяем уголь по всей решетке. Ух ты! Шайтан, да, какой выходит? Вот так. Готовить будем на решетке JBS. Это специальная решетка с таким отверстием. Плюс здесь еще боковые отверстия, чтобы можно было щепу подложить или угля подсыпать. Очень удобная штука. Ставим на нее нашу чугунную печь. Голландская печь называется. Ну, в простонародье утятница. Крышку пока уберем. Наливаем масло. Масло не жалеем. Я думаю, чтобы дно сковороды было покрыто миллиметра на три, на четыре. Вот так. Ждем, пока накалится масло и будем жарить наше мясо. Масло у нас уже разогрелось. Буквально прошло пару минуток. Выкладываем наше мясо. Знаешь, вот первые пары пошли, и я чувствую запах чеснока. Обжаривать будем с двух сторон, кубки по три. Куски отбитые, мясо не толстое, я думаю, все прожарится будет четко. Именно вот на таком сильнее не надо. Если даже будет сильнее, мы перекроем заслонку тогда, чтобы угли чуть пригасли. Переворачиваем мясо. Вот это даже чуть-чуть нормально. Чуть перерумянилось, можно сказать. Сейчас закроем нижнее поддувало и накроем крышкой. Я думаю, еще на пару минуток и можно снимать. Прошло буквально пару минуток. Сейчас глянем. Я думаю, будем снимать. Выглядит, конечно, аппетитно. Запах тоже хороший. Кляр вот этот. Оставшийся кляр, который остается, сразу вылавливаем и куда-то в сторону выбрасываем, иначе он просто гореть будет. Попробовали первую партию. Мясо практически на 95% готово. Единственное, был очень сильный жар. Немножко углиры сбросали по сторонам. Вот сейчас вторую партию будем жарить. Вот видно, оно уже такое шипение послабже стало. То есть температура упала. Где-то по полторы минуты с каждой стороны. То есть жарим полторы минуты на одной стороне, переворачиваем до румяной корки, сразу же закрываем крышкой, еще полторы доводим под крышкой и вытаскиваем. Вполне достаточно. Прошло пару минут. Вот такая отличная румяная корочка. Переворачиваем. Класс. Я думаю, то, что надо. И четвертый. Теперь накрываем крышкой. Еще пару минут под крышкой. Прошло буквально две минуты. Посмотрим, что с той стороны. Отлично. Все, снимаем мясо. Такие куски-то здоровые, да, благодаря кляру получили. Без кляра, конечно, они гораздо скромнее выглядели. Сейчас также уберем лишний кляр, нальем нового масла и также жарим все мясо. Нам еще партии на две, наверное. Пожарили мясо, теперь кладем решетку. Такая удобная у нас решеточка. О, она. И выкладываем овощи. Сейчас подрумяним буквально со всех сторон. По чуть-чуть. Помидорки, лучок, грибочки. Выложили все овощи. Вот такая у нас красивая полянка здесь получилась. Накрываем крышкой. На пару минут открываем верхнюю заслонку. Нижнюю у нас открыто уже. Оставляем на пару минут. Через пару минут перевернем и также под крышечку чуть-чуть их доведем до готовности. Слегка с сыринкой, чтобы были. Я думаю, будет вкусно. Обжарили овощи на гриле. Ух ты! Вот это... Уже перевернули до этого. Теперь выкладываем тарелочку аккуратно. Просто сейчас блюдо сформируем. Такая красивая полянка, да, получилась? Да, классно. Сейчас все выложим, положим мясо и продолжим. И уже будем дегустировать, в принципе. Все, ребят, вот так выглядит у нас готовое блюдо. Сейчас разложим по тарелочкам, будет дегустация. На вид просто шикардос. Не знаю, не в каждом ресторане, не то, что не в каждом, вообще ни в каком ресторане вам такой не принесут. Только в ресторане им-то видео в гараже. Так что ложим по куску мяса, овощей по желанию и начинаем дегустировать. Не в каждом ресторане тебе еще два стакана соков здесь поставят. Вот разрезаем, можно наблюдать, что совершенно белое готовое мясо. То есть без проблем. Начинаем дегустировать. Вот смотрите, крупным кадром. Все, режем, налетаем. Да, Олег, говори свое мнение, как всегда. Ну что хотел сказать? Такое мясо я пробую не в первый раз. Дома, ну не скажу, что часто. Иногда готовим такое мясо. По овощам, так это вообще просто the best. Не знаю, 100 тысяч лайков. То есть делайте. Ну и мясо делайте, пробуйте. Единственное, еще раз хотелось бы советовать, сделать поменьше жар и подольше под крышкой. Все, в принципе. Серега, ты чай, тихо. Да, скажу. Отличное мясо получилось. Мне понравился Кляр, потому что все-таки чувствуется вот эта луково-чесночная масса. То есть когда ешь, ну, прям необычный он какой-то. Не могу сказать, что я прям чувствую этот прям вкус чеснока и лука. Но вот этот необычный Кляр мне очень нравится. А овощи, ну, здорово, как всегда, конечно. Ярик, пара слов. Я вот наоборот не понял этот Кляр. Мне нравится, конечно, этот Кляр. С детства как бы мама готовила сюда этот Кляре. Очень интересный захват еще всегда. Но сейчас я не понимаю, что он несет. Вот. Смотри, что мне. Ну, и что, могу только сказать спасибо огромное. Да, это блюдо. Молодцы. Как всегда, лайк. Ребята, заканчиваем наше видео. Ну, и я, как всегда, хочу тоже сказать свое мнение. Все обычно делают Кляр из муки, из яйца. Ну, а вы добавьте вот чеснок и лук. Вообще, классно получается. Сегодня было у нас отличное блюдо в гриле. Ну, и овощи тоже вкусные были. Особенно кукуруза. Так что кукурузку будем покупать, да, тоже? Да, кукурузу вообще все расхвалили. То есть, кукурузу прямо на гриле отлично. Ребята, а кому понравилось видео, как всегда, ставьте лайки. Кому не понравилось, тоже пальцы вверх. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылочки все будут в описании. Ребята, и обязательно поставьте лайк, это способствует продвижению нашего канала. Ну, все, ребята, всем пока. Пока, ребят, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова